Абхазия Итак, Абхазия находится в преддверии внеочередных президентских выборов. Общество сотрясают скандалы. На прошлой неделе они возникли вокруг главы Центризбиркома Батала Табаго и начальника государственного информагентства «Абстный пресс» Мананы Гургулия, которым в разных формах предлагали уйти с работы. Кроме того, уже определился главный кандидат на президентских выборах от оппозиции Рауль Хаджимба, возглавляющий партию «Форум народного единства Абхазии». А вице-президентом в этом тандеме будет Виталий Габния, глава ветеранской организации АРОА. Бывший министр внутренних дел Леонид Дябшипа тоже заявил о намерении выдвигать свою кандидатуру. На днях парламент решил, что на выборах президента будет использоваться маркировка. И еще один момент. Как раз сейчас в обществе разворачивается обсуждение концепции конституционной реформы, разработанной группой молодых юристов во главе с Алхасом Тхагушевым. В соответствии с ней значительно ограничивается власть президента и расширяется крупполномочий премьер-министра. Это тот фон, на котором рядовые граждане выстраивают собственные ожидания от смены власти. А каковы они, мы поинтересовались у прохожих на улице. Ну, на вскидку я, собственно, не ожидаю никаких существенных изменений. Я думаю, что все останется так же, потому что, по-моему, те же подобные рвутся к власти сегодня. И реальный шанс для того, чтобы прийти к власти у тех, кто уже там был. Так что ничего не изменится. Ничего не ожидаю. Ничего не ожидаю. Наоборот, мы никогда против власти ничего не имеем. Пусть правят кто хочет. Чтобы что-то изменилось. Чтобы жизнь, наверное, улучшилась. А в какую сторону? Не знаю. Перемена власти, во-первых, нашим пенсионерам добавится зарплата, то есть пенсия. Зарплата бюджетникам тоже добавляется. Все это зависит, и если у них добавится зарплата, у нас тоже все добавляется. Я три года искал работу на стройке. Я простой строитель. Даже лопатку держать у нас не было возможности. Я думаю, что простым людям работа будет, чтобы они вышли куда-то, заработали на семью, на детей, чтобы они смогли обеспечить свои семьи. Ожидания? Да. Развитие экономики. Можно ничего. Сегодня своими ожиданиями от смены власти в импровизированной студии делятся наш обозреватель Надежда Венедиктова, представитель общественной палаты Валерий Ардзенба и помощник, исполняющий в обязанности президента по связям со СМИ Надир Беттиев. Коротко вот каждый из нас сформулировать, что, предположим, нас устраивало или не устраивало. Валера, вам слово. Я, конечно, хотел бы начать с того, что помимо именно политической жизни вообще в Абхазии есть и общественная жизнь. Ну, я бы в этом ракурсе хотел бы поговорить. Как хотите? В Абхазии всегда комфортно жить. Особенно я лично после войны уехал жить и работать в Москву после приезда. Мне здесь всегда было в кругу близких, друзей, там комфортно жить. Но вместе с тем, как, если рассматривать мое личное участие в каких-то политических процессах, там, чуть больше двух лет назад я баллотировался в депутаты в Народное Собрание Республики, да. И мое личное участие в каких-то политических процессах, оно очевидно. И в рамках общественной палаты, ради мы с вами, коллеги, вы это знаете. Конечно же, я испытывал некий дискомфорт в этом плане. Из-за того противостояния, которое было в обществе, да, и не только в политике. Потому что те люди, которые называют себя оппозицией к власти, среди которых есть много друзей и близких, там, и родственников, мы как-то все равно не смогли прийти к диалогу. Диалоги были, вернее, не смогли прийти к общему знаменателю, чтобы не было того, что произошло. Как-то вот так, да, вот и... Нет, ну, предположим, госструктура как таковая, вот ее состояние... Я думаю, что... Ну, я не могу сказать, что меня это устраивало. Если бы, допустим, от того, что меня это устраивает, а значительную часть общества не устраивает, это меня уже не устраивает, конечно. Вот это хорошая точка. Да, да. И тут есть очевидность того, что пришел момент, когда нужно проводить реформы, глубокие политические реформы. Я думаю, наше общество уже готово к этому. То, что произошло, произошло из-за того, вот, к общему знаменателю, как бы мы не смогли прийти, я не буду говорить сейчас, кто мешал, из-за того, что между обществом и государством, да, вот между народом и властью не было какого-то понятного, внятного, ну, что ли, договора. Не было понимания того, куда, в принципе, мы идем, и не было участия, пусть даже меньшей части населения, вот в выборе того пути, куда мы идем, как мы строим свое государство, как мы должны развиваться, как должна развиваться наша экономика, и не было широкого участия, потому что при широком участии, в принципе, невозможно такое противостояние. Оно возможно только, когда одна часть полностью видит себя где-то, а другая часть там себя вообще не видит. Ну, вот я как человек, не занимающийся, предположим, бизнесом, вот могла бы передать свои ощущения от предыдущей власти таким образом. Значит, современное государство должно обеспечить две вещи простому гражданину. Это задать условия игры и обеспечить безопасность. Значит, условия игры тоже мне не были понятны как простому гражданину. Я очень часто слышала от тех, кто занимается бизнесом, что, несмотря на то, что произошли некоторые изменения, так вот полтора года назад молодые юристы из президентской администрации существенно улучшили регистрацию своего бизнеса, то есть не раз в полгода нужно перерегистрироваться, а раз в три года, то есть облегчили. Это действительно очень существенный шаг. Но сами условия для бизнеса были не очень комфортные, особенно это касалось молодежи. Вот это меня особенно задевало, что молодые для того, чтобы начать, не могут вообще получить никакой кредит. Не то, что там дешевый кредит, а вообще кредит. То есть это целая проблема. Как бы целый пласт молодой творческой силы уже отсекался от производительной такой возможности. Что касается вообще безопасности, то это, так сказать, общее место. Вот недавно моих гостей когда ограбили, я разговаривал с двумя милиционерами, меня приятно поразило, что они понимают ситуацию всю политическую, они готовы работать, но они жалуются на то, что сверху звонят и приходится отпускать. То есть через 21 год после войны такое просто недопустимо. Это означает, что властная вертикаль работает неправильно. Еще одна моя претензия к предыдущей власти заключается в том, что сама вообще властная вертикаль деградировала, потому что все решал один человек наверху. Он часто решал через головы министров, которые, естественно, чувствовали себя пешками, а не полноценными участниками государственного строительства. Это очень опасная вещь. То есть инициатива убивалась, тогда как инициатива во всем мире это известна. Это просто национальное богатство. Когда все чувствуют себя пешками, кроме президента страны, это недопустимо. Приведу один очень яркий пример. Где-то глубокой осенью одна сухумчанка, которая занимается бизнесом, получила от парламента бумагу с просьбой, чтобы глава Чемчирского района выделил участок для ассоциации какой-то деловой. Она пришла с этой бумагой к нему, и он ей сказал, что такое парламент? Я личный представитель президента в Чемчирском районе, я выполняю только его решения. Я не знаю, кто такой парламент, и знать не хочу. Это вообще просто нонсенс. Вот показывает, как работала так называемая властная вертикаль, то есть неуважение к парламенту со стороны исполнительной власти. То есть вообще даже не захотела осматривать ее бумагу. Но в таких условиях государство не может работать и не может обеспечить комфортную среду обитания для гражданина. Вот то, о чем Валера говорил, это чисто, понимаете, общественный комфорт. Да, что действительно, вот как вы говорили перед этим, что встречаются противоположные группы и целуются, хотя у них есть, так сказать, у них разница, большая разница в политических взглядах. Но это достижение общества, достижение традиции. А сам госаппарат, в общем, не был настроен на это. То есть в обществе было желание диалога, а у государства не было желания диалога с обществом. Для того, чтобы дать оценку, там, допустим, политическую, правовую, там, его деятельности, да, и вообще того, что произошло, нам все-таки нужно время, наверное, да, вот, чтобы успокоилось, все устаканилось, как говорится, и в дальнейшем там, после выборов, наверное, все с такими свежими головами мы бы вернулись к этому вопросу. Поэтому я так сегодня воздерживаюсь, преднамеренно еще раз говорю, вот политическую оценку не хотел бы пока давать. Я просто проговорил это для того, чтобы было понятно, почему в значительной части общества есть ожидание перемен. Вот то, что мы просмотрели этот видеоролик, там очень тревожное явление, то есть часть будущих потенциальных избирателей ничего не ждет. Это вообще хуже всего. То есть когда люди изверились, они ни от какой там политической силы не ожидают перемен. Это вообще просто чудовищно. Я содрогнулась, когда я это слушала, потому что лично я надеюсь на то, что будут конституционные реформы, по крайней мере, вот это вот, помимо того, что будут более сбалансированные ветви власти, и будет, наконец, местное самоуправление подниматься. То есть будет широкое участие, при котором ответственно делать невозможно. Правильно? Из-за взаимозависимости хотя бы. Да, да. То есть должно быть реформировано так, чтобы на местах люди сами решали свою судьбу. Да, нет, чтобы президент назначал, и этот человек был подотчетен только ему. Мы должны перейти вот в такой нормальной демократии, которая на традиционное абхазское общественное устройство ложится практически идеально. Главы там поселков, городов, районов должны избираться. И должны быть и подотчетны нам, чтобы мы могли от них что-то требовать, предлагать что-то. И тогда уже, потому что мне вот горько, например, говорить о том, что несколько лет назад, такая история мне рассказывалась, что в Чемчевском районе где-то сгнило несколько грёвен мосту, в сельском мосту. И сельские мужчины, вместо того, чтобы пойти в лес, это я даже бы сделала женщине. Ну, это тогда пошли все к чёрту, я никого ждать не буду. Они полгода ждали, пока центральная власть им заменит. Вы меня извините, тут нужно обвинять не только власть. Хотя, конечно, она во многом виновата в том, что такие паразитические ожидания. Но инициативу нужно разбудить, и разбудить будет. Да, ну народ можно понять. Я сейчас в защиту вот этого крестьянина... Интересно мне, да. Хочу сказать, вы знаете, как... Ну, за столько лет, во-первых, развратили людей. Это же не сразу началось. Не сразу же, ведь люди ожидали, что там кандидаты в президенты, депутаты будут делать дорогу. Не сразу же ожидали, что будут включивать лампочки. То есть эти ожидания, они искусственно были в них принесены. Так было легче. У нас ведь так, давайте честно скажем, выборы же делались так всё это время. У кого было больше денег, тот мог сделать просто больше в этот предвыборный период. И так как люди от государства ничего другого уже не ждали, они просто пользовались моментом. Им же нужны лампочки, им же нужны дороги. То есть есть же простые нужды, которые как бы... То есть простого избирателя можно понять. Ещё такой момент. Я долгое время прожил за границей. Вот с 95-го года по 2005-го включительно. А до этого я всё время был здесь. И у меня есть как бы... То есть у меня есть пласт моей создательной жизни абхазской, пласт моей создательной жизни как бы заграничной, ну, зеландской. Так вот, я хочу сказать, вот везде, да, вот в других странах государство должно вести народ. Народ всегда можно понять. Народ не обязан быть умным. Он не обязан быть сознательным. Он вообще ничего не обязан. Он просто имеет свои нужды и всё. А вот уже, как я когда служил в армии, так говорили, это люди в погонах. Они выше, потому что ответственность их выше. Они должны с пониманием отнестись ко всему. Они должны научить, они должны привести, они должны вести на то и государство. Мне, например, очень сильно нравится идея общественного договора, который вот муссируется в обществе, о котором говорят. О котором вот Алхаз Тхагушев говорил, о котором Изида говорил, ну, лично мне. Мне нравится идея того, что общество выработает какие-то требования, да, вот какой-то документ, в котором будет изложено, вот, что наше общество хочет. И мне нравится, что кандидатов в президенты, может быть, придётся, а может быть, по своей воле, они с этим хотя бы ознакомятся. А может быть, подпишут, возьмут на себя обязательства. Я не знаю, какую юридическую силу будет иметь этот документ, но моральные обязательства у наших следующих кандидатов в президенты будут. Я очень надеюсь, что кто бы ни пришёл в следующую власть, что будет реформирование, что у нас начнётся, наконец-то, либеральный режим, что у нас главы администрации, что депутаты парламента будут депутатами парламента, что президент будет президентом, премьер-министр премьер-министром, Что они задушат наркотики, что они по крайней мере не будут этому потакать, что от этого упадет преступность, что у людей появится работа, что они начнут строить карьеру. От этого у них уйдет шальное настроение, они перестают носиться на машинах, станут меньше разбиваться хотя бы. Я прежде всего что хотел бы сказать, сегодня мы находимся, Надежда, под плагиатом не хочу заниматься, мне понравилась ваша предвыборная ландшафт, в одной из статей. Мы сегодня находимся, создается этот ландшафт и наша основная задача сегодня, на мой взгляд, провести выборы, доказать самому себе, мировому сообществу, что мы все-таки институты демократии в нашей стране, они есть, которые неоднократно отмечались международными наблюдателями, которые присутствовали на наших прошлых выборах. И вот в этом смысле я считаю, что это одна из главных задач сегодня нашего общества и вообще всех сторон заинтересованных в проведении этих выборов. Что касается параллельно, вот да, вот я для себя определил два важных направления нашей жизни сегодня. Что касается реформ, предложения, да, предложенные, например, вот, кстати говоря, да, вот, кстати, почему мы вот здесь находимся, проект Конституции, который родился в стенах вот этого знания, где мы с вами находимся, под руководством Тхагушева, группа молодых юристов. Я поверхностно ознакомился с этим документом, вы знаете, там очень много интересного. И вот этот документ нужно вынести для обсуждения в общество. Мне бы хотелось бы, чтобы вот новый избранный президент уже подошел бы к этому вопросу уже с обсуждением, уже общество какое-то выработало, скажем, да, какое-то направление ему, чтобы, естественно, совместно с парламентом, чтобы они могли подписать вот этот основной документ нашего государства. Чтобы оно, ну, вещи, о которых вы говорили, да, ранее, чтобы оно, ну, избежать вот этих моментов, там, и та же самая вертикаль власти, и этот, и все вот эти моменты, где должны быть учтены. Конечно, это работа большая, и я не согласен, вот сегодня многие политики, да, вот говорят о том, что вот сегодня немедленно необходимо вот провести реформы, но я считаю, что это неправильный подход, потому что мы очень глубоко должны изучить все предлагаемые варианты и потом делать выводы, и, как бы, это, конечно, сегодня тяжело, наравне, вот, как бы, параллельно с выборами, да, предвыборной гонкой, но это нужно делать сегодня. И вот тот общественный договор, о ком ты говорил, о чем ты говорил, Надир, это документы, я тоже считаю, что нужно, я не знаю, кандидаты в президенты. Конечно, да, это обсуждается в обществе. Он маярится, как только все кандидаты нарисуются, он маярится. Да, это обсуждалось, и мы вот много встреч проводили все эти дни и проговаривали, я думаю, что к этому мы придем в любом случае. Ну, во всяком случае, мне кажется, что вот эта реформа Конституции, что касается более сбалансированных отношений ветви и власти, она основная, потому что при существующей Конституции у президента слишком много полномочий, на него возлагается слишком много ожиданий. То есть мы делаем ставку на личность. Это неправильно. Должны быть такие правила игры, где, значит, все ветви власти взаимоответственные, могут что-то возражать и так далее. Должно быть вместо чистого поля, да, вот у человека коридор, узкий коридор, то есть действия у нас только должны быть зарегламентированы, что по этому узкому коридору президент должен идти, озираясь. Мы должны добиться, чтобы парламент, во всяком случае, основные, принял решение до избрания нового президента, подписывая общественный договор, президент обязуется, что он в первые один-два дня тут же это подпишет, чтобы он сразу начал действовать в новых рамках. То есть у нас должно быть, значит, стабильное государство-то какое, когда очень многое не зависит от президента, от его личностных характеристик. Вот первый признак стабильного цивилизованного государства, и мы, наконец, должны этого добиться. За эти 20 послевоенных лет я вот впервые вижу, что значительная часть общества очень остро понимает необходимости этого. Раньше такого не было. Любой кандидат в президенты, который, вот сейчас, вот скоро чьи имена узнаем, да, я думаю, они должны сделать выводы, почему случилась отставка их с президентом. И вот эти вот реформы, о чем мы говорим, я считаю, что является одной из основных причин его отставки. Вот эти разделения полномочий. Ну, насколько урезать полномочия президента, об этом надо говорить. Я, например, не являюсь сторонником того, чтобы, как бы, обезличивать, что ли, вот эту должность президента. Президент все-таки его всенародно избрали, ему надо оставить какие-то определенные, там, я не знаю, силовики, там, естественно, само собой. Но сейчас, если со всеми его обезличивать, тоже, ну, я как бы, мне бы не хотелось бы этого, честно говоря. Ну, время покажет, обсуждать будем это все, и сейчас у нас только начало. И вообще по законодательству мы в парламенте, там, в нескольких чтениях должны принять, да, потом это у нас время пока еще есть для обсуждения, месяца три, да, я как понимаю. Да, но нужно вот мобилизоваться и все-таки делать. Если мы действительно хотим что-то сделать, нельзя это откладывать на завтра, послезавтра. Я бы еще хотела сказать о том, как я вижу, что такое государственный чиновник. Я хочу уважать государственного чиновника как самостоятельную личность, которая знает, почему его назначили. Он выиграл конкурс, у него компетентность, у него были все надежды. Вот что нужно включить в общественный договор. Да, у него есть какой-то бэкграунд позитивный. И он знает, что уволить его просто так, от того, что кто-то там сверху захотел, невозможно. Должна быть процедура. Если будет конкурс, если результаты... Тогда должны быть жалобы, разбирательство, то есть все должно быть в рамках законов. Я другое бы предложил. Если будет конкурс, вот результаты этого конкурса надо отправлять всем остальным кандидатам, которые этот конкурс не прошли, и их родственникам. Они уже дальше разберутся, почему именно их не взяли, а вот его взяли. И все. Вот это и есть прозрачность. Но это есть и публичность. Конечно, конечно. Надо внести в закон. Проект закона, кстати, в конкурсном подборе уже есть разработанный. Он, правда, не политической частью нашей лиги разобрал. Но есть ребята, которые сделали. Вот 26 числа, я надеюсь, будет круглый стол, посвященный именно общественному договору. И наверняка там обсудят этот его элемент. В конце хотелось бы пожелать всем нам спокойствия и для проведения выборов. Чтобы они прошли в рамках закона, в рамках демократических вот этих вот моментов, элементов. Это очень важный момент на сегодняшний день для нас, для всех. Я больше чем уверен, что все будет хорошо. Мы, ну, Абхазия прошла экзамен на зрелость не один раз уже. И сейчас мне не столько лет, чтобы говорить об истории, но я сам видел это несколько раз, по крайней мере. В 92-м, в 3-м, в 5-м, в 2001-м и недавно совсем тоже. Еще я хочу добавить, вот это вот понимание общества о том, что как бы широкое участие его должно быть в государственном строительстве. Это не узкая абхазская вещь. Это вот на самом деле, вот как, надеюсь, да вы сказали, что вот 20 лет, вот 10 лет назад как бы люди думали так, а сейчас по-другому. Это в мире, это везде так. Это не только у нас. Просто время идет, как бы идет эволюция, общество развивается. И в Абхазии она не отрезана от этих процессов. Так что я думаю, это абсолютно закономерно. Хочу, конечно, пожелать спокойствия. Хочу, кто бы не победил. Я хочу сказать, что я очень надеюсь, что мы все объединимся и встанем за этим, не за этим человеком, а за его программой, за этим широким правительством. Мне кажется, что к этим выборам наше общество подходит более зрелым и более подготовленным. Оно лучше понимает, чего оно хочет, потому что уже есть определенный опыт. Чего оно не хочет, потому что тоже есть определенный опыт. И, может быть, когда-нибудь историки скажут, что президентские выборы 2014 года были первой попыткой общества сознательно реформировать свою страну, свое государство.